Сергей, почему вы решили строить свою карьеру именно в США, а не в России? Профессионально. Ну, здесь я, будучи любителем, боксером-любителем, у меня не совсем удачная складывалась карьера. И когда я уже решил, что ничего там не добьюсь по определенным причинам, то я не знаю, как бокс. Нам стоит, может, сюда перейти, а то сейчас я все равно буду разговаривать. Продолжаем? Поэтому у меня было два пути. Либо заканчивать любительский бокс и заниматься чем-то в жизни, и какими-то делами, чтобы на что-то жить. Либо продолжать бокс, но уже профессионально. И когда я глянулся назад, скажем так, за 15 лет бокса, которому я посвящен свою молодость, жизнь, скажем так, жизнь, мне было 26 лет, когда я пришел к этому вопросу, то мне стало время жалко, в которой я на этот бокс убил, любительскую карьеру, да, и не заработал, в принципе, ничего, кроме как однокомнатной квартиры, которая стоила миллион рублей. И зависеть от кого-то я тоже как-то, по мне, не совсем приемлемо. То я принял решение попробовать себя в профессиональном боксе, и у меня такая возможность появилась, у меня есть товарищ хороший, который живет в Америке, Анатолий Рузин, он мне посодействовал, познакомил меня с Эгисом, с моим менеджером. И вот так вот я начал, но придя в профессиональный бокс, я, конечно, увидел другую медаль, ну, другую сторону медали, и пришлось перехода чуть-чуть с небольшим. Просто ждать, неизвестно чего, и боксировать без гонораров, вот, и с надеждой на то, что кто-то обратит на меня внимание, подпишет долгожданные контракты, будет продвигать меня уже через телевидение, через большие бои, через чемпион, он сделает меня чемпионом. Ну, вот, и появилась такая Кэти Дуа, которая обратила на меня внимание, тоже после определенных, конечно, боев и ситуаций. И мои бои появились, начали транслироваться на телевидении, после чего, скажем так, я понравился телевидению. И мои бои стали уже не просто там на каких-то обычных каналах, а уже на таком мегагиганте, как HBO. Потому что все боксеры пытаются и стараются попасть туда, но главная, наверное, цель и мечта каждого боксера попасть на тот уровень HBO Pay Per View, где платные трансляции, где... Это уже большие деньги. И сегодня я остаюсь в боксе ради заработка. Ради заработка. И, слава богу, у меня получается боксировать, здоровье позволяет. Меня это пока не пугает, что мне уже там 32 года, а может быть, еще только 32. Так что... Ну, условно говоря, вам не пришлось вот эти вот три года, которые вы были без контракта, без гонораров? Драться за кусок мяса, как, скажем, в рассказе Джека Лондона. Ну, скажем так, за кусок мяса я и дрался, только он был там и с картошкой, и бананы кушали, да, и фрукты кушали. То есть, поясню, допустим, три года мы боксировали. Я почему говорю мы, потому что мы с Эгисом были вдвоем, и Эгис в меня вкладывал свои заработанные деньги от своей другой компании, которая у него есть, чисто бизнес его, да, торговая компания у него есть. Так вот, он вкладывал мне эти деньги, и я, скажем так, боевсировал за вот то, что он мне оплачивал проживание, питание, все перелеты, переезды, и также находил мне оппонентов. Строили мы вот так мой рекорд. От боя в бою мы росли, и с каждым боем, где-то, наверное, после уже седьмого-восьмого боя нам стало трудно находить оппонентов, потому что у меня что-нибудь, то досрочная победа в первом-втором раунде. Вот, и еще и русские, то есть, и как бы там, они нас боятся. Вот, и мы, надеясь на то, что нас заметят, продолжали этот путь. Ну, где-то после пятнадцатого, наверное, боя у меня, конечно, было такое уже сомнение, что я вообще тут кому-то нужен в плане промоутера, и что я не выйду на тот уровень, на котором нахожусь сейчас. То есть, стремился вот на этот уровень еще с того момента, как только пришел профессиональный бокс. Будучи здесь еще, в России, я думал, ну, тут выйдешь, только контракт, сделаешь лицензию профессионального боксера, и что все, у тебя бои пойдут на таком уровне. Но пришлось ждать до этого уровня. Вот, три с небольшим, и еще и без денег. Ну, слава богу, что сложилось так, что на нас обратили внимание, вот, в языке Тедовы, и после первого тестового боя, где я ей очень понравился, она с удовольствием подписалась на контракт, и предложила очень выгодные условия. Но у нас выбора, в принципе, по большому счету не было. Мы пошли на то, что нам предложили. И мои бои стали транслироваться на телевидении. А помните свой первый гонорар, если не секрет, как помните? Мой первый гонорар был вот именно за этот тестовый бой против Тарнелла Буна. Это по счету, он, по-моему, 19-й бой был. Он был не на телевидении, он был такой, как бы, свинг-паут называется. То есть, если передо мной оппонент, он у него стоит, допустим, 8 раундов, он закончится в третьем, во втором раунде этот поединок. Вы заполняете паузу? Да, я эту паузу, как бы, заполняют операторы, заполняют паузу моим поединком. То есть, если он тоже там продляется не очень, ну, то есть, вот, это называется так, свинг-паут. И мы пытали надежду, что, может, и там засветимся. Но главная цель была понравиться промоутеру, и я выиграл Тарнелла Буна за два раунда. И вот за этот бой я получил 5000 долларов. А вообще за эти три с небольшим года я заработал, скажем так, долги. И все деньги, которые Денис складывал, это, как бы, был такой кредит мой такой. И он, ну, там, 370 тысяч. Когда вы погасили? Это, ну... 370 тысяч, да? Ну да, около этой суммы Эгис уложил в меня за эти три года. Вот, и когда мы подписали контракт, то есть, это было все обговорено, и Кэти Дува рассчитывала с ним договориться. После каждой моей победы в виде бонусов они мне переходили, как в виде бонусов эти деньги. И я частями передавал Эгису. Вот, таким образом мы рассчитались, и сейчас у нас уже контракт уже как таковой закончился. У нас на словах. Это очень надежный человек, которому я добился успеха. И мы друг друга, скажем так, восполнили. О нем узнали, как о лучшем менеджере, обо мне узнали, как о чемпионе мира. Вот, и мы вернули так же... Мы так же дополнили друг друга и поддержали тем, что Кэти Дува нас поддержала в лице Мэйн-Ивент-Промоушен. И то, что я добился определенных успехов, наши бои стали показывать на HBO, а у нее до этого не было 7 лет трансляции на HBO. То есть мы друг друга все тут понимаем, что... То есть настоящая команда? Да, то, чего стоят, что мы каждый в одиночку бы ничего не добились. И, значит, нас, как говорится, мы как одна составляющая целая. То есть звена мы никакого не можем выкинуть из этой скочки. Как-то экономический кризис сказывается? Он затяжной уже, с 8-го года продолжается, да, всемирно? На вашей подготовке и на ваших гонорарах. Ну, скажем так, может быть, HBO раньше и платила больше денег, да, когда этого кризиса не было. Но по большому счету в Америке мы получаем доллары и рассчитываемся в доллары. То есть вот этот момент даже подорожания каких-то продуктов, товаров, то есть это тоже, в принципе, все контролируется. И нет такого скачка ощутимого, что сегодня ты пришел, купил там букву хлеба за 4 доллара, а завтра она уже стоит, смотришь, она там 6 долларов. То есть если они какие-то поднятия цены происходят, то это очень-очень неощутимо, да. Но так как мы тоже растем и где-то добавляются гонорары, так что все у нас, слава Богу, и не чувствуем вот этот кризис там. А политически, как вот к вам сейчас отношения там в Америке, после того, как в России испортились отношения с американцами? Ну, знаете, там очень много разных национальностей, потому что Америка это страна мигрантов, да, и люди, любящие спорт, а конкретно фокс, они не связывают политику с этим, с спортом. Потому что там очень тепло относятся, хорошо. И многие все понимают, то есть что на самом деле происходит. Я еще на самом деле интересуюсь телевизором, новостями, то есть вот потому что очень много общения происходит в социальных сетях с фанатами, на фейсбуке, вот, интервью всякие, тренировки, то есть тут еще и сынишка родился, то есть приходится уделять время сыну. Поэтому я и телевизор не смотрю, то есть и газеты особо никаких не читаю. А удается следить за спортивной жизнью в России как-то? За той же ситуацией в футболе, в хоккее? Нет, нет, даже боксеров, бокс я как таковой не смотрю, только если какие-то большие бои, там, Мэйвезер, Пакьяо, ну, такие исторические какие-то моменты ожидаемые, либо своих друзей, то знакомые, за которых хочется поболеть, подлежать. То есть а так вот, я даже в своем весе, я вам сейчас даже не назову, кто входит в десятку в моей весовой категории. Вас не поразило число подписавшихся на этот бой, вот именно Мэйвезер Пакьяо в мае? Там говорили, что чуть ли не 10 миллионов подписчиков, каждый по 100 долларов. Да, там очень много собрал этот бой, потому что они раздули из мухи слона за 8 лет. То есть большой интерес был, ажиотаж, конечно. Ну и в конце все расстроились, все разочарованы, да, то есть самим поединком. Вот, ну, аферы века. Так что... А вы смотрели живьем или по телевизору? Я смотрел живьем, меня пригласили, Эггис посодействовал там и HBO. То есть на том месте, где я сидел, это был 15-й ряд, ну, очень комфортное место было. Я сейчас понял, что первые ряды, это даже не самые лучшие ряды, потому что там то канаты очень близкие мешают где-то просмотры, то там фотографы, то видеооператоры стоят где-то мешаются, а вот чуть-чуть подальше сидели, наверное, ну, ряд, по-моему, 15-й ряд у меня был, первый ряд, и чуть на возвышенности, и когда ты смотришь это на уровне ринга, то все как на ладони, и ты еще видишь атмосферу в самом зале, кто за кого болеет, и что происходит. А когда ты сидишь в первом ряду, ты не видишь, что за спиной твоего. Кто сегодня номер один вообще в мировом боксе профессиональном? Все-таки Флойд или другие люди? Сергей Ковалев. Я не знаю, я не знаю, кто я, конечно, шутю. За себя сам не могу говорить, но много ярких боксеров на сегодняшний день. Ну, выделить кого-то, что он лучший, да. Лучший, можно сказать, что Мейвезер, потому что он очень много зарабатывает, большие генералы, это тоже надо уметь. То есть, это надо иметь определенный талант, это как-то... Это должно быть дано, наверное, да. Вот, атак очень много. И Геннадий Головкин, и Сауль Альварес, и Мигель Кота сейчас тоже опять вернулся на свою орбиту, такую успеха. Сейчас всех еще и не вспомнишь. Я говорю, я особо так не вникаю в то, что один из лучших, как говорится, Владимир Кличко, да, ну, кому-то его бокс нравится, а кому-то не нравится тоже, но это его такой талант, который приносит ему успех. Сергей, последний вопрос. Все-таки карьера боксера рано или поздно заканчивается активная, да? Как вы стараетесь обеспечить свое будущее? Экономическую деятельность? Ну, сейчас вот при своих заработках стараюсь их инвестировать в какой-то бизнес, какие-то проекты, которые сейчас начинают работать. Я их подкармливаю, эти проекты. Вот, и что из этого вырасти, то есть будет видно уже, и чем непосредственно я буду заниматься. Потому что, да, карьера спортивная, она не вечна, и надо думать о будущем, о своих детей. И сейчас мы выкладываем свои заработанные деньги, проекты, которые, я надеюсь, в будущем будут обеспечивать мои потребности и потребности моей семьи. Спасибо.